добрый день сергей добрый вечер можем включить видео сейчас секундочку включу тоже свое да добрый вечер как здоровье по старому ясно сергей я знаю что ты очень занят спасибо что ты согласился со мной поговорить скажи мне тебе мешает что я тебя записываю потому что я хотел бы выставить интервью с тобой на свой видеоблог ясно слушай мы с тобой мы с тобой знакомы мы ну по крайней мере виделись на мероприятии в киеве пытались друг у друга отнять славу я перетягивал людей которые фотографировали с тобой ты перетягивал которые фотографировались с тобой слушать ты там был одним из героев я видел что не знаю но наверно только пермяков с тобой не сфотографировался или сфотографировался ну вот то есть каждый хотел показать о том какие вот у нас люди в компании и так далее слушая услышал что ты ушел с компания я как бы не ушел я просто прекратил свою работу потому что если грубо говоря человек может позволить себе забрать как я могу нести ответственность за людей которых я подписываю он забрал завтра человек у меня закроет статус какой-нибудь заработать денег и руденко найдет повод и забрёт у него боковец и я в таком участвовать просто не хочу скажи мне какая у тебя квалификация сергей напомни мне у тебя сколько флажков у меня не хватает 4 флажка то есть ты фактически без 4 флажков платина и ты бросаешь свое дело бросаешь свою команду и уходишь свою команду не бросаю я сейчас людям помогаю которые ко мне включаются то есть то что должен делать спонсоры я стараюсь делать лучше ты герой я на самом деле говорю при всем при том что у нас с тобой есть общие проблемы но я на тебя смотрел я действительно тобой восхищался без но разве что белой завистью ты молодец мне мне кажется все равно было немножечко проще приехать приехать в киев слушай есть еще один нюанс а почему ты так думаю что у тебя могут забрать бы кофе то что случилось между вологдиным и руденко ты что-то знаешь об этом потому что история какая-то темная знаю что в отношении руденко было вынесено в решение президентского совета о том чтобы его детерминировать ну понимаете что я решил грубо говоря перестать активно заниматься еще до этих событий потому что мы еще в начале лета писали групповое письмо представили кучу фактов это письмо было отправлено к правилу коклинду и никаких действий никакой ответ на реакции не прошло но и если что его олег горечь тогда напротивил что-то ему там пожурил не было предпринято то есть мне это естественно сразу насторожило но я с володей общаться начал только когда закрыл статус фактического он после этого ко мне перезвонил мы познакомились ну и вот и я даже один раз на него был человека он этого человека оскорбил вот если получается что грубо говоря чей человек еще не не вошедший бизнес получил такую дозу негатива что человек перестал со мной разговаривать сразу я после этого на воде даже людей не водил новичка вообще который даже еще не закрыл еще даже не стартер кита конечно да то есть он начал ее унижать первое такое происшествие было с моим стартер китом я тоже подписал девочку на стартер кит вот и он к ней добавился начал говорить ты со скольких пакетов зашла и так далее начал их рубить ну максим же показывал скриншотом вот это было бы моя девочка это просто один из множества случаев такого поведения этого жемчуга скажи мне ты в какой линии у руденко я делаю 3 линия 3 линия я тебя понял ты был в киеве чтобы получить свой значок и ты был киеве чтобы получить свой ipad получил получил все работает пользуешься ну да сейчас дети играют я тебя понял слушай ты молодец ты молодец мы с тобой можно я к тебе примажусь мы с тобой оба молодцы стопроцентно я вообще восхищаюсь то что ты ты сейчас делаешь это не каждый может пойти во первых не у каждого хватит смелости пойти против такой махины это дорого стоит скажи спасибо спасибо конечно но у меня тут сначала это был конечно личная неприязнь потом которая переросла все по ниточке по пазлу начала складываться картина нелицеприятная скажи мне по поводу максима вологдина он действительно мошенник он действительно перепродавал билеты налево направо людям я думаю что это самое максима я знаю уже достаточно получается мы с ним познакомились еще получается еще до нового года до прошлого получается грубо говоря мужа вот общаемся вот и я максима знаю только с хорошей стороны то есть и все факты которые наговорят у него ну да и максим продал 20 лет а почему не продал потому что руденко ему угрожал ну и не только ему а имели типа я вот приеду типа устроил банки по на киевском мероприятии там сладкую и так далее макс решил ехать поэтому он брал свои билеты вот и он он продал один билет на котором был айпред вот елене рдс это моя третья линия вот и когда я где-то пришла мы встретились у нас нас и фотографии вместе с ней с и она подошла к руденко ну и я этого не видел мне рассказывала вот может это будет не всем точно то что я детали там не знаю но факт в том что руденко где искал что этот айпед он забирает себе с какой стати непонятно потому что во-первых этот билет был с айпадом это был не максима билета это был билет с бок офиса ольги колесник а ольга колесник это жена максима секунда а что ее аккаунт тоже заблокирован ясно то есть фактически фактически руденко забрал даже не айпад вологдина да 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 конечно а вы сами пообщались киеве на мероприятии сфотографировались вместе то есть мы особо даже не разговаривали мы даже вроде бы обнялись ясно хотя это уже было после этих угроз и я просто не хотел грубо говоря там выяснять какие-то отношения то есть все-таки праздник зачем это было как я твоей благородности восхищаюсь я твоей благородности восхищаю скажи мне ты считаешь что а ты давал кому-то какие-то показания по поводу происшедшего с максимом кто-то из вышестоящих спонсоров у тебя запрашивал какую-то информацию ведь когда говорят о том что вина доказано хотя никто кроме суда соответствующей юрисдикции можно доказывать вино никто как говорится не проводил такое я не слышал нет одного человека о том что понимаешь потому что насколько мне известно то все дела решать кузнецкая команда на каком основании непонятно то есть я просто не понимаю зачем следят руководители компании потому что то что происходит сейчас это за грани всем его понимания но мне все равно немножечко непонятно это действительно боясь того что ты можешь лишиться бэк-офиса или твой адрес были какие-то напрямую в твой личный адрес какие-то конкретные действия требования почему почему выйти из компании скажем тогда от тебя ушли несколько ребят потому что он разговаривал по-хамски с ними я это услышал о том что произошло с волокниным я это тоже понял между тобой и руденко какой-то прямой был конфликт да 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 у нас был конфликт то есть мы одним вечером я не помню когда это было надо посмотреть эти скриншоты все это было еще летом да 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 это было как раз перед битвой платьев вот то есть и мы с максом разговаривали и вот и по скайпу и он в это время просматривал свою структуру открыл сделание демонстрацию экрана вот и потом и он доходит до этого самого какого до коваленко окей виктория клименко ты про неё говоришь мне коваленко В другом мире или как его? Окей. Вот. И что Макс сделал? Он просто написал в нашем командном чате просто предупреждение нашим партнерам. А вот было следующего содержания. Партнеры... Ничего, говори, говори, не надо. Не обязательно, Сергей, говори. У нас просто очень мало времени. Будьте внимательны, как расставлять из своих партнеров, чтобы не получилось, как у одного из партнеров на прав-пиле, что у него как бы есть двенадцать квашков, но он фактически по акной так и не стал. И через минут десять мне позвонил Руденко. Хотя его в этом чате не было. Понимаешь? И начал мне угрожать. Говорил все еще, что приедет с рот мою машину, что-то сделает с детьми, с моими там, короче, ну, вообще, ну и я бросил трубку, понимаете, что... Ну, я не привык так с людьми разговаривать, понимаешь? Скажи мне, а этот парень выполнил после этого фактического Платина? А вот, и... я вот, если честно, не в курсе, понимаешь? Я тебя понял. Я тебя понял. Вот. Может, уже и выполнил, но на тот момент он был фактически голдом, понимаешь? Вот. И ему не хватало... у него вроде бы было как три флажка справа и там девять флажков слева, понимаешь? Я тебя понял. То есть, и получается, что Руденко написал, что, типа, это, это, это Вологин, типа, не Платина. Вот. Это, грубо говоря, шоу-лезди не в свое дело и так далее, понимаешь? Вот. Я тебя понял. Хотя мы просто предупредили своих партёров, чтобы неправильно расставляли своих людей, чтобы не потерялось такой ситуации. Вот и все. Понимаешь? Я тебя понял. То есть, я считаю, что мы ничего противозаконного не совершили. Я думаю. Чтобы давать право, так разговаривали. Ясно. Сергей, слушай, я тебе в любом случае желаю успеха. Я благодарю, что ты нашел какое-то количество минут для меня. Вот. Говоря для меня, я говорю, что это для нашей команды. Я просто пока не имею права обнародовать, кто именно находится вместе со мной, чтобы не сделать этих людей уязвимыми. Пока я весь огонь принял на себя. Единственное, что хочу сказать, взвесь еще раз, может быть, тебе все-таки есть смысл добить платину. Но, повторяю, это твое личное дело. Я тебе желаю успехов и за одного негодяя такого человека, героя. Мы просто не можем уйти с тобой из компании вместе. Кто-то из нас должен остаться. Ну, посмотрим, знаешь, если Владимира не будь в компании, может быть, и Денинград. Аналогично. Спасибо. Спасибо. У нас, да, у нас заканчивается время. Хорошо. Я тебя, я тебя, я тебе искренне благодарю. Давай, держись. Это твоя борьба, это наша борьба. Хорошо, дружище? Хорошо. Хорошо. Все, счастливенько. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok